Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые участники конференции. У меня небольшой доклад касаемый механизма получения согласия на участие в эксперименте в области образования. Как известно, 10 декабря 2020 года стартовой эксперимент в недвине цифрово-образовательной среды и в соответствии с постановлением правительства 20-40 на добровольной основе стали участниками этого эксперимента учащиеся родители и педагогические работники. Однако механизма включения согласия к этим условиям не предусмотрен. В указании на согласие мы можем найти в письме от Министерства просвещения, например, в год 19-го марта 2020 года, где сказано, что выбор родителями и законопередователями обучающегося формы дистанционного обучения в образовательной программе подтверждается документально. В то же время в более поздних письмах, например, от октября 2020 года на ябре 2020 года, указано, что школа свободна в принятии решения о переводе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, а перевод осуществляется путем принятия локальных нормативных лак, то есть фактически получается так, что согласие уже не требуется. Общие правила проведения цифровых экспериментов установлены федеральным законом 258 АПК-экспериментальных правового режима за целью цифровых инноваций в Российской Федерации. Проект этого закона, который внесен в ГУС, предусматривал, что этот закон будет распространяться на цифровые эксперименты на области образования, однако на этапе второго чтения оттуда это положение было изъя. Закон, конечно, не идеальный, он принят, но на наш взгляд он содержит достаточно важные моменты, касаемые требования оценки рисков причинения вреда в результате цифрового эксперимента, требования к оценке эффективности и результативности цифрового эксперимента, способа информирования лиц, набивающихся вступить в правоотношения, которые являются этим экспериментом и ряд других. Ничего подобного в восстановлении номер 2040 нет, как нет и экспериментальных правовых норм. При этом задача эксперимента, как следует из этого постановления, обеспечение возможности реализации школьных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий электронного обучения. В рамках действующего закона она не реализуема, так как эти отношения не урегулированы в установленном порядке. У нас есть приказ Минобранауки от 23.08.2017, номер 816, который регулирует порядок применения электронного обучения. И он принимался как обеспечивающий широкое использование онлайн-курсов в системе высшего образования с 1 сентября 2017 года. Это следует исключительно записке к этому приказу и из документов, которые эффективны процесс обсуждения этого закона. То есть получается, что эксперимент в области школьного образования был регулирован необычным законным способом и неэкспериментальными правовыми нормами, то есть фактически не урегулирован ничем. Какой же результат от такого прогресса? Орган государственной власти Российской Федерации не считает, субъекты Российской Федерации, прошу прощения, не считают необходимое получение согласия. На ответы, которые направляло общественно-политическое движение объединения родителей, ни один из ответов не содержал, что согласие необходимо. Как же мотивируется такое мнение? Ну, например, участие осуществляется по умолчанию в связи с обучением в конкретных учебных заведениях. Далее, обновление оборудования в школах согласия не требует. Проводимый эксперимент опытом не является. Согласие не предусмотрено законодательством. Не ученики, а образовательная система региона является участником эксперимента. Но это совсем противоречие положению самому поставлению 20-40. В понятие «добровольно» органы государственной власти субъектов вкладывают право или возможность сменить вид обучения. Научно-завочное, на мультино-домашнее обучение или, например, заняться самообразованием, что, конечно, неприемлемо для детей, которые пришли учиться в школу. Мысли указанных рассуждений отвечают из некоторых директора школ. Фактически, складывается такая ситуация, когда добровольно создается декларацией. И отсутствие такой правовой определенности, оно поражает конфликты между родителями, учениками, учителями, директорами школ. Это позволяет также, например, вести информационную борьбу с теми, кто не согласен с этим, с этими экспериментами. Например, вести дискредитационную политику в СМИ, например, представляя борьбу с традиционное образование как невежество и превозносить цифровое образование как что-то хорошее и прогрессивное. Отсутствие механизма приводит к нарушению, безусловно, к нарушению права законных интересов, обучающихся их родителей. И в случае, если вдруг конфликт достигнет того, что он будет разрешаться, например, в суде или в каком-то ином месте, в правоприменеторе, то именно эти органы будут устанавливаться. Каким образом должно быть, это получено согласие, были здесь определенные нарушения, это уже будет правоприменение усмотрения. Причинами такого пробельного регулирования является очевидный риск, что подобные эксперименты не будут поддерживать широкая родительская общественность. Я, к примеру, является голосование на официальном сайте, где замечаются проекты на мотивных правоактах и результаты их обсуждения. Официальный сайт. По обосновлению проекта 120-40 проведен до проголосования. А, Григорий, сколько вам надо еще? Мы еще... Ну, две минутки. Хорошо, поговорили. 440 голосов в этот год назад, а против 54 тысячи 613. И дальше особо обращаю внимание на то, что обеспечение согласия учеников и их родителей входит в противоречие со взятыми на себя обязательствами органов государственной власти субъектов Российской Федерации проходят эксперименты по влечению школ в ЦОС. То есть, если будет понятный механизм, по которому можно безопасно отказаться от участия в ЦОС, то субъект Российской Федерации просто может не обеспечить, не набрать такое количество школ, которые будут учены в этот эксперимент, будет, собственно, свои обязательства нарушен. Нам представляется, что согласие должно быть закреплено на уровне федерального закона, должно быть информировано предварительным, письменным, предусматривать возможности его отзыва и не должно прекратить ответственность за результаты проведения на учащихся и родителей. А права тех, кто отказался от участия, должны быть обеспечены обязанностью в учебном заведении по созданию условий учебы без цифровой образовательной среды. Ну, и, соответственно, предложение. Инициирует разработку порядка получения индивидуального согласия на участие в эксперименте по внедрению в цифровой образовательной среды, а также гарантии для участников и тех, кто не участвует в этом эксперименте. Но определить место, указывать поправок в системе нормативно-правового регулирования, это будет, например, закон об экспериментальных правовых режимах или закон об образовании, и выступить соответствующими поправками. У меня все, спасибо. Я не имею в виду, я не имею в виду. Сергей Евгеньевич не любит гаджеты, у него кнопочные телефоны. Коллеги, давайте, пожалуйста, экспериментируем эти конформы. Обладавайте. Следующий выступающий. Лейла Фимова, Комбинент Союза Федиатра России. Пожалуйста, Лейла Фимова. Пошла? Обязательно. Ну, жаль, потому что мы практически на 20 минут всего опоздали. Следующий, по ВКС, Коида Исааковна Скипанова. Я не знаю, будем еще ВКС пытаться восстановить. Что скажете о техподдержке? Наина Исааковна, хотя бы, а вы здесь очень приятно. Добрый день, глубоко уважаемые участники заседания. Конечно, мне тоже близки все те проблемы, которые сегодня так эмоционально обсуждаются в этом зале. И мне сегодня хочется тоже поделиться, как представителю науки гигиенической, связанной с охраной здоровья детей и подростков, тем, что мы можем сегодня предложить, будьте добры, слайд следующий, для того, чтобы снизить риски. Следующий, пожалуйста, слайд. Который влечет за собой цифровизация образования. Думаю, что все вы их хорошо знаете. И я просто напоминаю этим слайдом о том, что это, конечно, сопряжено с дополнительным влиянием на центральную нервную систему, зрительную систему, опорно-двигательный аппарат, слуховую систему. Это и новый фактор школьной среды, электромагнитное излучение, которых раньше никогда не было у нас в таком количестве. Причем электромагнитное излучение, которое включает и в себя, и, значит, такую сверхвысокую частоту радиоволны. Это связано с использованием системы Wi-Fi. Все это сегодня присутствует и довольно, так сказать, агрессивно входит в школьную среду. Будет и добры, следующий слайд, и не только в школьную. Поэтому, по нашему представлению, цифровизация образования должна обязательно сопровождаться безопасными цифровыми средствами, безопасными электронными учебными изданиями, безопасными условиями использования цифровых средств, а также обязательно формированием культуры пользователя, как человека, который разумно использует, грамотно использует цифровые средства с пониманием, что, так сказать, не нужно, а как можно их использовать. Пожалуйста, следующий. Сегодня у нас появились новые нормативные документы, которые гораздо больше, чем это было прежде, предлагают нам мер, которые должны защитить, и, во всяком случае, максимально защитить наших детей, которые используют цифровые ресурсы различные. Это санитарные правила организации, воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей, и санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания. Вы видите, по тем датам, которые указаны, они только-только получили свое, так сказать, право о гражданстве, эти документы. Будьте добры, следующий слайд. А зачем вам это нужно, если не подвозь? Раньше было два часа, а потом не было. Дайте, пожалуйста, я потом постараюсь ответить на ваши вопросы. Галерий, давайте подслушаем. Давайте так решим. Все-таки я выскажусь, а потом... Маина Александровна, не отвечайте. Ну, если вы не знаете, тогда, наверное, мне здесь нечего делать. Маина Александровна, заканчивайте, пожалуйста, для обращения. Да. Ну, не влечите вы в Снецко, ну что за неуважение к выступающим? Ну, так нельзя себя вести, коллеги. Ну, если вы вступите в человек, потом выскажите. Что сегодня предлагают санитарные правила, которые исключают требования рекомендательного характера? Они предлагают запретить размещение базовых станций сотовой связи на территории детских учреждений, использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок. Они еще до сих пор у нас присутствовали в школах. Использование мобильных средств связи для образовательных целей. А также использование различных электронных средств учения на занятиях для детей до 5 лет. Будьте добры, следующее. Дорогие родители, почему вы сегодня даете детям в руки смартфоны, в пелен, в пелен? Почему мы сегодня в детских проводках видим планшеты, в новых санитарных правилах установлены требования к тем электронным средствам, которые разрешены к использованию. То есть это диагональный монитор, минимальный их размер. Я постараюсь, что такое оформление учебников, если меня, кажется, перебивать не будут. Это требование к продолжительности использования различных средств, причем это не только в течение учебного дня, но и на протяжении всего дня немного времени у ребенка. Будьте добры, следующее, пожалуйста, слайд. Появились требования к дистанционному обучению, потому что мы знаем, что оно реализуется, но никакими нормативами не было ограничено. Появились требования к размещению учебных мест по отношению к источнику Wi-Fi. Система мероприятий разработана, которая позволяет снизить утопительность учебного процесса, где используются цифровые средства. А также правильные средства. За этими средствами. Будьте добры, следующее, слайд, пожалуйста. Вот сегодня и с экрана звучали вопросы. Как гарантируется здоровье детей, которые попадают в тот эксперимент, который развернут по внедрению цифровой образовательной среды? Могу сказать, что мы неоднократно обращались к тем, кто организует этот эксперимент по необходимости включения туда медицинского сопровождения в этот эксперимент. Но мы не были услышаны. Неоднократно обращались. Мы говорим о том, что необходимо повышать компетентность учителей, педагогов, медицинских работников о том, как снизить риски детей, которые находятся в образовательной цифровой среде. Будьте добры, следующее, последний слайд. Мы также говорим о том, что необходима разработка специальных образовательных программ, посвятительских программ для детей и родителей о правилах безопасного использования цифровых средств. Мы говорим о том, что сегодня средства массовой информации должны обязательно участвовать в том, чтобы привлекать внимание к проблеме безопасности детей в цифровой среде, повышению грамотности, социальной рекламы. И создание альтернативных возможностей досуга для детей, чтобы, так сказать, были возможности для различных видов деятельности, а не только, так сказать, погружения в гаджеты. Благодарю за внимание. Следующий выступает в дроби от человечка Ахашанца. Простите, Сергей Викторович Рукшин. Пока твять, можно попробовать выступить? Извините, кто это? Рукшин Рукшин, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Сергей. Сергей Евгеньевич Рукшин. Пожалуйста. Можно пока измять, я попробую. Попробуйте. Можно? Да. Спасибо. Благодарю вас. Во-первых, я хочу сказать, что мне легко говорить, потому что после блестящего выступления предшествующего Александра Юрьевича Казакова, многое важное, что я хотел сказать, он уже сообщил. Поэтому я остановлюсь только на том, что он не успел упомянуть. Можно людям ссылаться на западный опыт. Так вот, западный опыт говорит, что неумеренная и непродуманная цифровизация ведет к колоссальным потерям здоровья. И страны, которые начали цифровизацию раньше вас, уже столкнулись с этой проблемой. Медики, причем не наши, ввели термин цифровой слабоумие. Во что оно, собственно, выливается? Неумеренное воздействие с цифровыми носителями ведет к нарушению изменения структуры мозга, которые сравнимы с последствиями травм или последствиями болезни Ацгеймера. Ацгеймера на раннем стадии. Именно поэтому во многих странах в начальной школе запрещено использование гаджетов. Это связано также с тем, что отсутствие работы руками и пальцами писания нарушает мелкую моторику мышц, которая влияет на развитие мозга. Поэтому, цитирую западное исследование, губительная идея обучения через компьютер сравнима с тем, что мы запрещаем растениям перекрестное пыление и оставляем самое пыление, оставляем со всеми дефектами, которые есть. Второе, что я хотел бы добавить в выступление, которое было, это то, что у нас фактически нет экспертизы принимаемых решений. И снова продолжается непрофессиональное решение. Президент, это конкретные даты, я могу их назвать, говорит о недопустимости замены цифрового обучения обычного традиционного. На следующий день это повторяет министр. Вечером того же дня после выступления Кравцова Герман Оскаревский-Греш говорит, что за день будущее ему надо разбирать. И ссылается на экспертов. Кто же эксперты? А эксперты не являются специалистами в среде образования. Экспертами может быть объявлено любой академик РАУ, который поддерживает идею цифрового обучения. Что же в результате мы получаем? Мы получаем поколение, которое лишено обучения в классе. А это еще инструмент сравнения себя с другими. Это инструмент осознания своих реальных достижений, своего уровня. Наряду с компьютером каждому мы прививаем насильственно технологию незаменимости и успешности. Он не сравнивает свои нормы поведения с другими людьми, с окружающими, и выращивает завышенную самооценку. И в результате мы получаем индивида, который мало приспособлен к учебе, в работе коллективе. У него завышенная самооценка, и он твердо убежден, что государство им должно, что виноваты в том, что он такой, если он чуть не знает, остальные, и мы превращаем его в социального инвалид. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, то, что большая доля населения становится в результате обучения с помощью цифровизации, не воспринимает логические аргументы. Зато легко поддается аргументам на уровне. Дважды два, четыре. Поэтому надо чистить зубы, пастыть в линдове. Ну и наконец, я полностью солидарен с тем, что министерства и государства не могут отслеживать контент, который появляется в электронной школе. Для сравнения я сейчас приведу, зачитаю страничку из московской электронной школы. Может ли брак между партнерами одного пола, переходящим в здоровую семью, обеспечить воспитание продовольствующего поколения? Ответ поясните. Так вот, невозможен контроль государства над многочисленными, неавторизованными источниками при цифровом обучении. Это те замечания, которыми я хотел бы дополнить выступление. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, целью моего сообщения является, я представляю отдела нейробиологии развития, центральной яичной педиатрии, центральной клинической больницы. И цель моего доклада является предоставлением научных сведений о том, как мировая наука, какие это оценки относительно влияния цифровой среды, использования цифровых устройств с детьми на когнитивные функции. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не моя личная позиция, а данные того, что представлено в мировой науке. Следующий человек, пожалуйста. Это не для внимательного изучения, это просто я показываю очень много резонов, 5-6 резонов к тому, почему в мировой науке представлены различные данные о влиянии цифровых технологий на когнитивные функции, от негативных до в том числе и позитивных. Они тоже встречаются в мировой науке, есть определенные резоны, я думаю, сейчас мы не будем их разбирать, это не та площадка, где это следует делать. Следующий слайд, пожалуйста. И теперь я представлю несколько серьезных исследований, на основании которых как раз можно сформировать четкие представления и консенсус по некоторым позициям, где имеется научный консенсус. Прежде всего, научный консенсус имеется по влиянию экранного времени в раннем возрасте, до трех лет использования детьми. И в частности, я привожу обычно на своих выступлениях вот это исследование, причем, потому что оно включало очень большую группу детей, 2,5 тысячи детей, все китайские коллеги, и показали, что использование экранного времени у детей в 6 месяцев, 2 года, 4 года имеет свои негативные последствия на познавательную деятельность и на поведение детей. Итак, первое, это экранное время у детей до трех лет. Следующий слайд, пожалуйста. Второе исследование, которое было проведено на детях уже от 8 до 11 лет, это младшие школьники, и здесь когорта 4,5 тысячи детей, это очень большая когорта исследований, и было показано, что более двух часов развлекательного экранного времени было связано с более низким когнитивным развитием детей. То есть это вторая позиция. Следующий слайд, пожалуйста. И достаточно много исследований, которые показали, что идет прямая связь между использованием высоким уровнем, то есть избыточным уровнем, не просто используем, да, а избыточным, высоким уровнем использования смартфонов, системы обмена мгновенными сообщениями, социальных сетей, медиа, многозадачностей и в целом электронных СМИ с плохой академической успеваемостью школьников. Следующий слайд. Просто здесь то, что я привожу, вот эти работы научные. Следующий слайд. Ну, имеются и определенные детали. Сейчас мировая наука сконцентрирована, которая изучает влияние цифровых технологий и гаджетов, она сконцентрирована на объяснении деталей. Как говорится, дьявол кроется в деталях, да, то есть не просто использовать или не использовать, да, цифровые технологии, а просто и продолжительность и стаж использования цифровых устройств детьми. Содержание, то есть что и как применяется, для каких целей использовали в теплое время суток, и тип и количество электронных устройств, используемых одновременно. Вот, то есть такая идет детализация, и от этих нюансов гораздо больше зависит состояние когнитивной функции. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я привожу обычный пример, чтобы показать такую корреляцию, такую связь. Время, проведенное в социальных сетях за сутки, оно больше в странах, скажем так, не очень высокого уровня развития, да, так называемых странах второго-третьего мира. А в тех странах, где в том числе и разрабатываются те самые цифровые технологии, и применяются и устройства, в частности, посмотрите, где Южная Корея, да, находится, там это используется минимальный мобильный. Поэтому обегодное, то есть неконтролируемое, просто использование цифровых устройств ради пления, для того, чтобы использовать, оно не очень эффективно даже вот по этой картинке. Следующий слайд, все. Еще пять минут добавить. Я могу уже, то есть, закончить. Минута. Вот выводы, к которым мы подошли. То есть, показанное и доказанное кранное время у младенцев достоверно снижают познавательную деятельность. Более двух часов развлекательного времени младшие школьники приводят к их низкой успеваемости. И более высокий уровень, не всех, но отдельных цифровых устройств и технологий у школьников приводит к их низкой успеваемости. Это такая конституция, скажем так, мировой науки. Спасибо за внимание. Извините, не расслышу. Где можно посмотреть эти данные и на каком источнике? Ну, друзья, приводил эти ссылки. То есть, по этим ссылкам можно найти. Это в открытом доступе вся эта литература. Каждый может изучить конкретные более детали. Спасибо вам большое. Спасибо. Коллеги, посмотрим еще один аулик. Видео аулик, который посвящен проблемам массовой настройки, печальности детей школы. Пожалуйста, поставьте видео аулик. Мы купили здесь квартиру, потому что была очень интересная концепция, которая называлась «Город в городе». То есть, как вы знаете, у нас такой полуостров, Москва-река, канал Москвы-реки и река Сходня. Смысл был в том, что на этом полуострове должно быть все необходимое. То есть, жить прям не надо будет ездить куда-то там в центр, чтобы погулять, куда-то замкать за покупками, искать какие-то поликлиники, чтобы подлечиться, поправить свое здоровье. Все должно быть здесь. Предлагалось, что вот наш дом, который находится рядом, он будет смотреть в тыл торгового центра, который станет центром города на реке. А сейчас мы сталкиваемся с тем, что наша квартира на невысоком этаже будет смотреть на реновационные дома с тройкой этажки. То есть, вопрос не в домах для меня даже, по сути, а в том, что выходит так, что инсоляции в нашей квартире не будет в принципе. Если эта застройка здесь будет возведена по тем проектам, которые обсуждались на акцентном здании, получается, что мои дети будут смотреть окна в окна. Это раз. А самое главное, никаких поликлиник под эту инфраструктуру, никаких новых детских садиков не предполагается. И по факту выходит, что я могла бы и не переезжать из своего митина, то есть, да, и не вкладываться по ипотеке в это будущее. Из опыта соседей, которые сейчас здесь уже живут, я знаю, что большинство из них ездят в школу на Щукинской, прикреплены к поликлинике, которая находится здесь, на улице Свободы. И эти поликлиники с потоком не справляются. Я, например, не планирую отправлять детей сейчас от митинских в поликлиник, потому что понимаю, что мне действительно будет проще сесть на автобус 40 минут проехать и там получить какие-то необходимые справки. Пока так. Как ни тогда, ни сейчас не предполагалось отдельных специальных поликлиник, ни детских, ни взрослых, что, скажем так, тоже не соответствует обещаниям логики в город, концепции города отдельного на реке. То есть ездить за образованием и за здравоохранением в другие районы, в другие территории, в Кушино, Щукино, то есть то, что мы делаем сейчас. Но мы считаем, что это, во-первых, неправильно, во-вторых, с точки зрения нагрузки на этих объектов, они уже работают на полную мощь. Дополнительные апартаменты очень беспокоят, потому что большинство людей, честно, апартаменты покупают для того, чтобы в них жить. Не знаю, насколько там они могут гарантировать, что они не будут болеть, что у них детей никогда не будет. Люди покупают это жилье, а потом объясняют, что они такие же люди, как и все. Если, например, я думаю, что в садик не все из них устроят своих детей, потому что над них под них инфраструктуру не считают, они за это не платят при покупке жилья, то лечить будут всех. У нас, слава богу, государство следит за этим. Планируем бороться, отстаивать свои права. Мы голосовали против на портале. Мы подготовили письма, где делали свои расчеты. Что планировалось, что планируется сейчас, какая нагрузка на инфраструктуру. Тема продолжит Павел Владимирович Котловский, обществитель общественной агентации, общественной гостей. Здравствуйте, друзья. Не пугайтесь, я вот это все читать не буду, честно. На самом деле я вам начну с цитаты, которую я не устаю повторять уже на протяжении двух лет. Цитату покойного Всеволода Чаплина, который в 19-м году в декабре на одном из круглых столов московской городской думе сказал, что в Москве и вообще во всей стране происходит последний хапок. И вот это как раз и оно и есть, последний хапок. Я вам расскажу, что происходит именно в системе образования с точки зрения городостроительства в Москве, у которой раститель трехтриллионный бюджет. Рекордный бюджет в стране, чтобы было понятно. Итак, давайте я приведу просто самые жесткие примеры того, что происходит. Будем сейчас снимать, знаете, как вот сейчас. Я вот чувствую, как средство массовой информации, поддерживающее цифровизаторов, оно вот на нас уже оделать эти вот шапочки из фольги, да, и говорят, вот они вот там, лудиты. Рассказываю. Покажите, пожалуйста, первый слайд. Значит, самые жесткие примеры. Левобережный район, видите, огромный квартал, ЖК Левобережный, 5800 квартир. По проекту этого квартала там предполагается всего лишь 240 мест детских садов. Школы нет вообще, чтобы вы понимали. Скажите, следующий слайд. Да, смотрите, уже заселяется микрорайон, а детский сад так и не строится. Ни один, ни второй. Понимаете, да? Да. И я вам сейчас шокирую. Это не коммерческая стройка, это строительство для военных. Главное управление обустройством войск строит вот такой вот микрорайон. И город Москва, правительство Москвы вот это разрешает. А Москва это законодательный мод в градостроительстве, да, как все знают, да? К нам едут за опытом из Краснодара, из Санкт-Петербурга пытаются. У нас, извините, бывший замнера строительства стал курировать строительный отрасль в правительстве. Давайте дальше, пожалуйста, еще можно? Слайд следующий. Это строится школа. 1900 мест. Вдумайтесь, пожалуйста. Вот два вопроса возникает. В случае чего нам рассказывали про эпидемиологические условия. Вот как 1900 детей в одной школе находится будет вообще в принципе? А если не дай бог терроретической угрозы, как их эвакуировать оттуда? Вот чем думают вообще городостроители, когда вот такие вещи создают? А пожалуйста, следующий слайд. Смотрите, это одно здание, посмотрите, это одно здание, которое не имеет территории, которое не имеет спортивного ядра, которое не имеет территории под рекреационную нагрузку. Дети должны выходить, отдыхать, правильно? Но там нет этого ничего. И эта школа находится, то есть эта школа соберет с квартала детей, которые будут каждый день переходить несколько дорог в городе. А какой шаговой доступности, которые нам, по идее, должны городостроить нормы обеспечивать? А какой шаговой доступности детских учреждений мы можем вообще говорить? А еще раз повторю, это идет тренд, который нам внедряет разнообразные... Как их правильно назвать даже? Не хочу. Пойдемся без этого. Давайте теперь еще один интересный момент. Значит, вопиющий случай Северная Медведкова. Здесь вообще до суда, я сейчас просто извините, если вы мне позволите, конечно, немножко пройтись по третьей ветре нашей власти, по судебной. Значит, в сентябре 19-го года, сентябрь 19-го года, детский садик, 120 мест, маленький, недозаполненный, на проезде Шакальского, малый микрорайончик, так и в Северном Медведково. Детей внезапно воспринимается решение в школе закрыть один из комплексов, вот это один из корпусов комплекса школьного объединенного. И детей, несмотря на возмущение родителей, днем, пока родители не в курсе, пока родители, значит, на работе, детей переводят в другое здание, вот, представьте, по улице, ну, слава богу, хотя бы в пределах одного квартала, и помещают в другой корпус. Значит, родители, понимая, что происходит, обращаются в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор проводит проверку по второму комплексу этому зданию, да, получают родители акт на руки и с ним идут в суд. Значит, я просто вынужден вам зачитать буквально фразу из решения суда. Доводы истца о нарушении ответчикам требований Санфин суд находит несостоятельными, поскольку опровергаются представленными в материале дела актами проверки Роспотребнадзора номер такой-то от 29-го, 10-го, 19-го. Вот теперь сам акт, тот самый, касаемо конкретного здания, куда перевели детей. Значит, ну, найдет нарушение нормы, вывод следующий. Что является нарушением статьи такой-то федерального закона о санитарном и эпидемиологическом благополучии? Ответственное лицо за выявленное нарушение, юридическое лицо в БОУ школа 967, и должностное лицо, директор Ураева и так далее. Понятно, да? Что сделал суд? Суд вынес заведомо неправосудное решение. Это к разговору о телефонном праве в Москве. А садик, естественно, пошел под застройку. Дело в том, что покажет, смотрите, вот, желтый садик, это из которого детей перевели. Синим кругом отмечен тот, который, куда детей перевели. И красным кругом, это там, где должен был быть еще один объект образования, но сейчас там строится... Сколько минут надо, я что-то выходит. Две минуты? Да, две минуты, да. Значит, красным, это новый дом по реновации, который дополняет еще этот микроэнер. Детей куда, собственно говоря, водить? А можно вот еще в следующий слайд? А вот что планировали наши советские архитекторы. Видите, вот красное пятно, это садик очередной. Под то количество населения, которое броняется в этом квартале. Вот что происходит. Там создают дефицит. Дальше. Еще более страшная история. Ну, казалось бы, жилой комплекс «Сердце столицы», «Донстрой», коммерческий. Сейчас там происходит скандал. Обещали построить коммерсанты... Можно выключать слайд. Обещали построить коммерсанты в детские сады и школы. У права района отчитывается, что дефицита никакого нет. Однако, родители детей столкнулись с тем, что им предлагается заплатить 100 тысяч в месяц за школу и 80 тысяч за детский сад. Вот такая вот история. Понимаете, то есть идет выжимание тех самых последних денег из нас, да, из всех. И... Это год или год? В месяц. В месяц. В месяц. Значит, все это происходит... Вот смотрите, реновация московская. Все это происходит с того, что власти городские, московские, да и не только московские власти, они вот стараются предоставить все преференции вот этому строительному бизнесу, который углотил все. Вот продать, как правильно сказал Севал Чаклин, повторюсь его словом, быстренько построить, продать и убежать. Что будет завтра им не важно. Им нужно продать. Поэтому строится в основном жилье. Они не хотят эксплуатировать школы. А если что-то и делают, то пытаются выжить из этого коммерческую составляющую. На сегодняшний день программы реновации... Вот наша организация проверяла порядка, где-то, ну, половину всех реновационных проектов в Москве. И тот дефицит школ, который закладывается из детских садов уже на старте проектирования, вот этой реновации, только на прирост населения, да, все знают, что будет уплатимая застройка, 11 тысяч дефицит будет в детских садах и 40 тысяч мест в школах. Нужно еще чуть-чуть. Да, минуту, пожалуйста. Да. Вот почему все это происходит? Я вам объясню. Например, такую-то интересную бумажку. Не бумажку, а такую-то мы были вынуждены нашей организации сделать протокол осмотра доказательств. Это документ, который нигде не опубликован. Мы, наверное, его нашли на сайте случайных одной из московских управ. Мы провели полностью трассировку до серверов правительства Москвы. Это стратегия социально-экономического развития Москвы на период до 2025 года. Проект, который не был никем утвержден. И вот в этом проекте черным по белому написано, вот что проектирует нам, да, в стратегии социально-экономического развития. Отказ от решения социальных задач города преимущественно финансовыми методами. А поддержку нужно оказать стремлению жителей города самостоятельно обустраивать свою жизнь и жизнь вокруг себя. Это то, о чем говорил уважаемый Евгений Николаевич. Это то, о чем говорили все предыдущие спикеры. О том, что правительство, властью исполнительной именно, при поддержке судебной власти, происходит как раз та самая сегрегация людей. Вот именно сегрегация в чистом виде. Понимаешь, что происходит? Вот сняли мы эти шапочки сегодня. Мы доказали, что это уже происходит. Я хочу сейчас спросить Евгения Евгеньевича, да, такой риторический вопрос задать. Вот вы на цифровизацию назвали там сотни миллиардов рублей. Скажите, пожалуйста, а вот не считаете ли вы неразумным вообще производить эту цифровизацию, когда в Нальчике есть школа, в которой до сих пор отопление печное? Вот не знаю, что это нецелесообразно, потому что это просто нецелесообразно на уровне тех проблем, которые есть в нашем государстве. А какой-то связан с средствами обучения? Давайте перед искусством, Евгений Ильич. Смотрите. Предложение, как это исправить? Я же не просто, ну, пожаловался тогда, пожаловался. А я хочу предложить, что нужно делать. Нет, помогайте. Прошу прощения, заползался. Ну, Маш, как, волнуюсь, ночь не спала, готовила доклада. Как выходить из ситуации? Давайте поговорим. Значит, во-первых, необходимо провести парламентское расследование в отношении реального выполнения программ по созданию образовательной инфраструктуры. А что, как это выполняется? Куда деньги расходуются? Как, собственно, деньги регионов расходуются, которые не подконтрольны на сегодняшний день тому же самому Минпросвету и Минобранауке? Как они не подконтрольны тому же Минстрою, кстати? В регионы сами распоряжаются этим. Более того, значит, необходимы глубокие изменения градостроительного законодательства. Вот первое, что нужно прямо срочно делать, это инициировать введение ограничения на максимальную численность учащихся в одном здании. Школы более тысячи участников, они просто небезопасны, согласитесь. Дальше. Запрет учета мест в частных детских садах и школах при расчете обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. Категорически нам власть говорит, мы получаем, ну вот, все места обеспечены, да? А на деле-то нет, на деле не все, мало кто может позволить себе коммерческое образование, да? В целях определения расчетной обеспеченности населениями объекта, образовательной инфраструктуры, площадь апартаментов учитывать как жилую. Сначала вы ее учтите как жилую и сделайте, запроектируйте детские сады, школы, поликлиники, всю инфраструктуру. Не важно, что это гостиница, это гостиница, апартаменты, это апартаменты. Там живут люди, у них тоже могут появиться дети, им нужно куда-то ходить в школу. И последнее. Необходим запрет на выдачу разрешения строительства жилых домов и комплексов апартаментов. Если имеется несоответствие мощности фактически действующих, вот на момент запроса этих разрешений на строительство, действующих школ и детских садов, если мощность уже выбрана. А у нас получается, мы посмотрели, нет еще, люди не знают куда детей, люди возят детей через весь город. Для убережных людей переезжают через эту северо-восточную город, чтобы перевезти детей в детский сад. Вот это безобразие. И это те самые пожелания, которые нужно выполнять уже сейчас. Пребовать. Еще у меня маленькая просьба присутствующих ко всем. Вы знаете, в какой-то момент почувствовал, хочу вам извините, но тем не менее сделать замечание. Смотрите, мы находимся в здании парламента. Здесь принято говорить. Мне было очень неприятно, когда выходил человек, который представлял нам Санпин и так далее. Давайте все-таки парламентаризм, он в том и заключается, что нужно говорить. Выслушали, задали свои вопросы, аргументированно разбили позицию оппонента. Вот это правильно. Вот это нормальный разговор конструктивный. Поймите правильно. Мы каждый раз, наши родительские сообщества разнообразные, наши общественные организации просто спасаем от тех самых средств массовой информации, поддерживающих, работающих просто на цифровизаторах, на индустрию, вот это развлечение, на индустрию сетевых компаний, спасаем как раз от того, что на нас надевают вот эти вот шапочки из фольги. Вспомните, как происходила вот эта ситуация с дистантом, когда работники центрального телевидения пришли поговорить с родительским сообществом, а перевернули все с ног на голову. Пожалуйста, я вас просто прошу, призываю на будущее, участвую на таких площадках, уважать эти площадки в первую очередь, и именно конструктивно, подойдя к микрофону, высказать все, что вы имеете по теме, но давайте не будем допускать себе некоторого некорректного поведения. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо вам большое. В любом случае, у меня выступает. Следующий выступает Клуба Заводский Борисович. Поговорит на всех, что вы делаете, что вы нахожете. Здравствуйте. Заводский Борисович. Добрый день. Ну, что хочу сказать. Я в образовании с 18 лет. Сразу после школьной скамьи, в 19 лет я получил классное руководство и доверие родителей, которые были меня старше на 2-2,5-3 раза. Проработал в школе 22 года. И 15 января 2020 года ученик, избивший учителя на уроке, в общем-то, вынес нам такой приговор, что директор должен уйти, ну, а родители должны, в общем-то, это все стерпить. Поэтому на чашу весов поставлен один признанный, да, несовершеннолетний, по сути дела, преступник, и весь педагогический коллектив, 2,5 тысячи детей и сам директор. На сегодняшний день я прошел суд первой инстанции, который сказал, что все закон, все хорошо. Прошел суд второй инстанции, Московский городской суд, где решение о моем увольнении признано незаконным. Но, к сожалению, мы уже с кем имеем дело, сами понимаете, поэтому, естественно, никто признавать это не собирается. Мало того, кода на касаться, чтобы это решение отменить. Я вам о чем хочу этим примером сказать. Вот оно развитие образования за последние 20 лет. Все в одном примере. К сожалению, не я воюю с разными инстанциями, с департаментом образования, а мы с педагогическим коллективом и огромным количеством жителей района Конькова. А подписало петицию 7 тысяч людей. Для того, чтобы пройти местное муниципальное собрание, депутату по прошлым выборам необходимо было набрать 1200 голосов. Вот вам, пожалуйста, картина на сегодняшний день. Поэтому доверия, к сожалению великому, нет никому. Вот это центральное понятие, вокруг которого все мы и пляжи. И поэтому такое отношение к представителям, да, действительно, нашего правительства, министерства и всем, кто приходит. Нет доверия. Каждый из нас столкнулся с тем, что действительно вот эта справедливость, а ее нет. Понимаете? А если хочешь доказывать, правильно вы нам судебную практику привели, больно с властью, с местной и тому подобное, естественно, это просто, ну, арт кромешный, чтобы чего-то добиться. Что хочу сказать. Вот сегодняшняя ситуация в образовании, как обществоведу, мне представляется вот таким состоянием. Состояние борьбы всех против всех. И на самом деле это состояние замечательное для некоторых, потому что в период вот этого хаоса, когда все друг с другом воюют, когда пишем и получаем отписки, при том, что это целый путь от начала до конца, и когда ты на кого жалуешься, получая только эту... Разобраться с самим собой, ну, вы меня простите, мы чего создали? Мы о чем говорим? Ну что, все идиоты, что ли? Не понимаем, что это такое? И поэтому вот этот шумок нашей общей борьбы, и вот посмотрите, сколько часов мы сегодня затратили, сколько родителей 112-й школы затратили за этот год борьбы, отвлекаясь от своих детей, от мужей, от обедов, от работы. Но мы все друг с другом удачно воюем. А в это время проходит и дистанк, и цифровизация, и оптимизация, и создание комплексов, и увольнение дистанков, и сферы, амботации, и все, что угодно происходит на наших глазах. Вот это сегодняшняя действительность. Вы посмотрите, мало нам было в Москве создания таких конгломератов. По 10 тысяч учеников в одном комплексе, и один директор. Это немыслимо. Кстати, создание таких комплексов необходимо еще, правильно тут сказали, что надо уже не слушания проводить. Наслушались уже все. Надо проводить расследование по всем вопросам. В том числе и это. Понимаете? И слушать народ, и слушать людей. Что получается? Конгломерат огромный. Как он функционирует? Как он работает? Вот уже в Москве это 10 лет происходит, а дальше пошло по Подмосковью. Уже начинают родители поднимать гучу. А что это такое? Вот в Москве хотя бы какая-то близость школы к школам. А в Подмосковье там 10 километров между зданиями школы. Поэтому вот такой момент существует. Второй момент, который я хотел затронуть, как раз... Давай, Александр Ильич. Можно мне пять минут? Пять минут. Пять минут. Второй момент. Это полная коммерциализация. Если директору ставится задача набрать, заработать 10-20 процентов общего госбюджета своего, ну а что он должен делать? Иначе он плохой директор. И все. Идем он устанавливает рейтинг, по которому он должен работать. Он что будет? Он будет продавливать, надавливать на этих несчастных учителей, которые уже... Уже ЕГЭ и ОГЭ не такая уж и острая такая сейчас ситуация. К нему путь как-то привыкли. А вот этот рейтинг, который пополняется, критерии, все за ним годятся. И до детей уже, извините, уже не то, что им не хочется иметь. Они не могут физически исправиться. Потому что для того, чтобы еще зарплату получить, ту, которую установил каждый регион, так надо набрать такую нагрузку. Простите. Поэтому вот еще такой момент. Но ошиблись. Правительстве ошиблись. Потому что как только они... Вот, кстати, Сергей Градцов, в своем интернете, сказал, что дамы ошиблись в том, что нельзя было называть образование сферы услуги. Почему? Потому что, извините, вы сейчас, родители, уважаемые мои, пришли. И что говорите? Подайте нам качество. Потому что мы хотим получить за наши деньги налогоплательщиков своеобразное качество, хорошие качества. И все. На этом сейчас правительство погорело. Потому что... А родители, вот они все требуют чего-то хотят. Надо их послушать. Вот, кстати, сказать, что ребенок в центре, и это ошибка, ребенок в центре только деплоративно. За этим кроется все остальное. Ребенок и должен быть центре. Понимаете? Но за этим ребенком у нас целые финансовые пирамиды, целые там издательства, и много чего, что можете почитать и знать. Уничтожает фундамент. Вот, посмотрите. Ранняя цифровизация... профилизация ребенка. В саду ему. Нужно выбирать предметы. Допустим, предметов. И с поднимой почвы выщебает. Понимаете? Просто-напросто. Дальше. Цифровизация. Здоровье. Возьмите мышку, поставьте ее перед доской электронной. Год. И проследите, какое у нее здоровье будет. Мышку жалко. А детей миллионы. Не жалко. И, кстати, это проводится цифровизацией сейчас в масштабе всей страны. И это будет. И если бы не назвали цифровизацией, а сказали, материально-техническое обеспечение школы, всем поставим все, да ни один родитель бы не сказал, мы против компьютера, мы против мышки, клавиатуры, камеры. А это же все, понимаете, выдается за хорошо дистант плюс цифровизация. Мало того, еще и учителей втянули. Мы с вами в период дистанта видели рекламу этого дистанта самими учителями. Зачем их тягивать? Я же знаю, как они мучились, и как они не могли проконтролировать, не могли получить качество от детей. И, конечно, на самом деле, больше всего во всем этом страдает качество. Его с таким подходом, с дистантом и цифровизацией никакого не будет. Это я вам точно заявляю. Мне очень печально, с одной стороны, что меня лично и коллектив педагогический не защитило, власть, имею в виду Министерство просвещения, хотя писали все. И большое спасибо Сергею Михайловичу и всем фракциям Госдумы все написали письма, но самое было боевое и хорошее письмо у Сергея Михайловича властям Москвы. Но, вы же понимаете, что власти Москвы, если департамент образования не подчиняется Министерству просвещения, как нам будет, что Евгений Евгеньевич сказал, что я за ним не могу за ним ответить. Ну что ж, думал, может ответить за нашу московскую власть. Я, что хочу сказать, вот разве это не печально, что сегодня, вот посмотрели в Фейсбуке, а там школа, чтобы ее не закрыли, дети все на коленях стоят. Мы что хотим, чтобы все дети, родители стали назначены час, назначенную минуту и сделали такую акцию по всей стране. Сесть на колени и просить, а просить будет каждый свое, да, а у каждого сегодня накопилось очень много того, что нужно просить. К сожалению, приходится вот такие акции. Это уже ладно. Нет, я к этому не призывал. Не надо. И последнее, пожалуйста, хочется, чтобы прислушивались к родителям к тем советам, которые создаются. не только те чиновники и советы, которые мы называли правляющие советы, им прислушивались, а советы родителей. Обязательно. Чтобы директора, прежде всего директора, не сажали на этот позорно-срочный договор, который его на крючке держит, а бессрочный, чтобы это был недобор, чтобы это был выборный директор для своего коллектива и для своих детей. И пора уже послушать умный директор. Наталья Евгеньевна, директор. Добрый день, уважаемые родители, эксперты. Я хочу продолжить тему поднятого ДАВРа по поводу совета родителей. Я являюсь представителем трех советов родителей. Я являюсь председателем совета родителей собственной школы, сопредседателем совета родителей района Митино и членом Совета родителей Северо-Западного оборота. Я очень хорошо представляю реакцию и взаимодействие Советов родителей с школой. Я бы была крайне рада, если бы такие директора, а мы так реагировали бы на наши просьбы и требования. Что происходит? Раньше для нас школа это было вторым домом. Я вот как ребенок, учившийся в 80-е и 90-е годы, я помню, что это был мой второй дом. И у меня родители туда приходили, мои, чтобы порадоваться за меня, увидеть наше выступление на концертах, послушать стихи. Что у нас сейчас происходит? Родители не могут попасть в школу. У нас... Господа, я очень попрошу, можно не перебивать? Это крайне неприятно. Уважайте себя и окружающих. Спасибо. Вот. Что я хочу сказать? Что у нас взаимосвязь школы родителей-ученик разрушилась. У нас место треугольника стало ломанное. То есть родители исключили из этой цепочки, из этой фигуры. У нас нет взаимодействия и понимания. То есть послушав сейчас даморы, я понимаю, что на директоров школ тоже идет безумное давление. Они вынуждены выполнять требования свыше. И с другой стороны, родители, которые тоже хотят, чтобы их дети получили достойное, нормальное образование. И вот в моей школе на данный момент я прихожу к своему директору и говорю, что я представитель Совета Родителей, я хочу получить ответы на свои вопросы. Мне что отвечают? Отвечают письменно, официально. Вы у нас в уставе не значитесь, вы никто. Но у нас есть закон об образовании, в котором прописан этот Совет Родителей. И у меня большая просьба представителям власти, чтобы вот в закон об образовании, где прописанная полномочия Совета Родителей, расширить и дать больше полномочий, чтобы у нас был все-таки равноправный диалог представителей родителей и представителей школ. И тогда это будет правильно, конструктивно и результативно. Я думаю, что каждая из сторон ставит перед собой целью вырастить и воспитать достойное будущее для Родины и для страны. Спасибо вам большое. Еще раз хотела напомнить, повторить, что 14 апреля у нас будет в АКС с Минпросвещением, на котором нам ответят на наши вопросы. Письменно мы уже ответы получили, но есть, естественно, у нас дополнительные вопросы по этим ответам. Ссылку на трансляцию мы обязательно вывесим. Приглашаю всех послушать более конкретные ответы на наши вопросы. Спасибо. Уважаемые депутаты, уважаемые господа шиновники, уважаемые единомошенники. Прошло чуть более года с того момента, как мы с вами стали свидетелями и действующими лицами масштабной трансформации общества, происходящей во всем мире, так называемой «Великой перезагрузки планеты», озвученной Всемирным экономическим форумом. Одна из отраслей трансформации с отсроченным, но очень сильным эффектом – это образование. За примерами такой трансформации мы далеко ходить не будем. Буквально на днях мы стали свидетелями затягивания детей и подростков в деструктивную и вредоносную сеть ТИКТОК Департаментом образования и науки города Москвы, Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством высшего образования и науки Российской Федерации. Кроме того, Депобром на всех его порталах продвигается так называемый киберспорт, а по сути – отупление детей, отключение их от реальности и собственного сознания. Последние два месяца мы слышим от чиновников убеждения в том, что дистанционные электронные технологии не заменят жилую школу, но на деле происходит все наоборот. В нашей стране реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Вступило в действие постановление правительства 2040 и еще ряд нормативных документов, направленных на полное перекраивание образования по антинаучным и антигуманным лекалам. На сегодняшний день существуют научные доказательства вреда здоровью, наносимые дистанционными и цифровыми технологиями в образовании. Но чиновников мало интересуют такие мелочи, как психическое и физическое здоровье нашей семьи. Поэтому у нас, у родительской общественности, есть веские основания больше не доверять чиновникам и директорам школ, которые держатся за свои теплые и сыплые места, а не решают реальные проблемы с чиновниками и учителем. Мы также не верим заверениям IT-корпораций о чистоте их помыслов, когда они берутся за разработку и внедрение цифровых образовательных платформ. Наше движение видит совершенно определенные риски, вызванные появлением в сфере образования частного бизнеса. Риски падения качества образования, риск монополизации образования крупными коммерческими компаниями, риск нанесения ущерба здоровью учащихся и преподавателей, риск полного вытеснения живого образования электронным, риск сегрегации общества по имущественному цензу, риск внедрения ложных ценностей и ложной идеологии в образовании, риск бесконтрольного сбора персональных данных учеников, риск неучастия родителей в процессе контроля за образованием и влияния на него. И, наконец, риск угрозы национальной безопасности Российской Федерации с точки зрения установления полной зависимости от коммерческих структур, контролируемых внешним капиталом и управляемых иностранными правами. Также мы видим огромные риски потерять национальную культуру и национальный спорт. После изучения отечественных научных трудов по педагогике, мы можем смело утверждать, что результатом внедрения дистанционных и электронных технологий в дополнительном предпрофессиональном образовании станет эпоха глобального культурного упадка. Какие художники, какие спортсмены, музыканты могут появиться на дистанте и под руководством искусственного интеллекта, в который заложена мораль капитала? У капитала нет родины, нет родственников, нет друзей и нет совести. У него есть только одна ценность — это прибыль. Мы, общественное движение «Родители Москвы», считаем недопустимым участие коммерческих структур в образовательном процессе и оголтелое внедрение цифровизации электронного обучения. Мы требуем от законодательной и исполнительной власти Российской Федерации Первое. Широкое обсуждение с реальной родительской и педагогической общественностью, а не со специально созданными стимуляторами. Следующих вопросов. Обоснованности и целесообразности цифровой трансформации образования. Вопросов, касающихся внедрения цифровой образовательной среды, правовых, педагогических, психологических, медицинских, экономических, социальных, этических вопросов, сопровождающих образовательный процесс. Буквально полторы минуты, еще, пожалуйста. Второе. Проведение и обнарудование независимой экспертной оценки последствий дистанционного и электронного обучения и внедрения цифровых образовательных технологий. Третье. Разработки планов взаимодействия организаций, принимающих решения о внедрении цифровой образовательной среды в школах и детских садах с родительской общественностью с целью разрешения противоречий. Мы требуем организовать постоянно действующую комиссию при правительстве Российской Федерации для работы над правовыми, педагогическими, медицинскими, экономическими, социальными и этическими проблемами в сфере общего образования под руководством родительской общественности. Мы предлагаем включить в пункты 7 и 9 резолюции этого экспертного совета положение об ограничении использования цифровых технологий в очном образовательном процессе, о существенном ограничении использования цифровых ресурсов в образовательных учреждениях, о пересмотре санпинов, учитывая научно доказанное негативное воздействие электромагнитных излучений от электронных устройств на человеческие органики. Спасибо. Спасибо. Ну а это справляется Ленина Юрьевна Жкутова, член комиссии по поддержке семейного деятельства и детства общественной палаты. Шестого поздива, друзья, ясно-техническая палата, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай. Поблагодарю организаторам мероприятия, мне кажется, очень качественно организованное, и вот этот оригинальный формат, когда родители задают вопрос, отчетом они еще не разошлись, это прекрасно, да, потому что мы всегда наблюдаем, что они, ну, я не в адрес, не в ваш адрес, в никаком случае, но как, да-да-да, прекрасно, научный формат такой, чтобы на стол послушать, а вы дальше сами рассуждаете, что хотите. Ну, смотрите, вот мы понимаем, что Москва, и мы здесь находимся, в Москве, и родители многие начали свое образование, образовались как общественные организации от Москвы, да, и здесь находится ядро, но здесь же и находится, скажем так, центр разрушительных инициатив, да, о которых уже сейчас упоминалось. Вот я прошу обратить внимание на департамент образования города Москвы, то есть настолько деструктивные политики в отношении образования, ну, трудно даже себе представить в регионах, потому что, вот сегодня уже упоминалось, ну, просто я, честно говоря, вот, если есть такое выражение, она щупает дно, вот она еще щупает и щупает, она все думает, что она наступила, она еще не наступает. Ну, мы все понимаем, что такое Моргенштерн, да, никому здесь, надеюсь, не надо объяснять, да, это просто, ну, такой символ сатанизма, на самом деле, не побоюсь этого слова, который внедряется, ну, как назвать это слово, культура, не знаю, ну, в нашу среду информационную, причем агрессивно, да, и туда же, в эту же среду, мы понимаем, что такое ТикТок, да, Моргенштерн, сатанист, герой ТикТока, ну, нет никаких сомнений в этом, естественно, что мы выразили свое отношение к тому, что департамент московский призывает нас учить наших детей в ТикТоке учиться. Они завели аккаунты, которые называются школьной физикой, математикой и так далее, да, и вот еще отдельный вопрос по киберспорту, но это вообще надо посвятить, честно говоря, отдельный круглый стол, вот, я считаю, что это просто отдельная стезя разрушения сознания школьников, интеллекта школьников и так далее, давайте на этом не будем останавливаться, вот, но то, что нам предлагается учить в ТикТоке своих детей на этих аккаунтах, значит, мы, естественно, партнерировали и получили ответ. То есть там есть, там, ну, в Телеграме, например, на других соцсетях тоже существует бот, который называется Иван Собернов, и от имени департамента образования он общается с людьми и отвечает на критику. Критика была следующая, ну, судя передам, там все, естественно, красивым чиновничным языком, вот сказано, что, ну, отчет, как говоря, есть вот такая классная сеть ТикТок, и мы не можем, извините, контролировать, что ваши дети в ней только долго находятся. Да, мы с ними можем говорить на их языке, мы с ними можем говорить в той среде, где они находятся постоянно, и мы, значит, можем их направить в конструктивный контент, чтобы они изучали, а не какой-то там бессмысленно. Ну, что ж, попробую, решила я. Я зашла в этот киберспорт, который вот в одном ряду они рекомендуют, там, физика, химия, киберспорт. Ну, первое, что я услышала, что 5-6 часов – это нормально находиться, чтобы быть киберспортсменом, ну, там, и так далее. Вот. А, в принципе, человек, прохожу, говорил, когда герой, который там ведет этот паблик, он говорит, что я только проводил там 10 часов, но не достиг никаких результатов. Да, ну, дальше, значит, вы двигаетесь, курсор двигается вниз, и тут уже идут более интересные паблики. А куда они, собственно, в девяностое, спрашивается. Детей, они им некуда. То есть там просто паранократия. Да? То есть, я предлагаю все-таки начать с департамента образования как законодательной вот такой моды разрушения образования, культуры, сознания, там, ну, не всего, все, что создала наша цивилизация непосильным трудом, вот, и организовать отдельное мероприятие по рассмотрению его инициативы. Потому что я еще расскажу еще об одной инициативе классной помощи. Все мы помним, ну, кто-то занимается проблемой образования, там, традиционной ценности. Все мы помним, как надырялась система контингента. Они решили разом взять и оцифровать все на смете. От рождения до смерти. Начать с детей. Рассказать, что это делается в, так сказать, в целях, значит, образовательных, улучшения образования и так далее, да? Ну, президент положил вверх на этот контингент. Ну, естественно, что в смысле о том, как оцифровать всех школьников, всех родителей, у них на этом не закончилось. И удивительным образом цифровые, значит, формулировки ВАГОСа соответствуют формулировкам в регламенте международного взаимодействия, который, так сказать, учит наших субъектов профилактики, как нужно относиться к неблагополучию в семье. Дело в том, что неумение планировать учебное время как раз-таки в ГОСОП относится к маркерам, к которым нужно оценивать результаты, а как признаки неблагополучия в регламенте международного взаимодействия тоже фигурирует именно это выражение. Неумение планировать. Вот теперь, значит, составляем 2 плюс 1 складываем, да, то есть если у нас в системе отмечается, что ребенок не умеет планировать свое время, не выполняет ГОСОП, соответственно, он находится в рисках неблагополучия семейного. И таких маркеров там достаточно. Если мы сейчас организуем вот этот цифровой аквариум вокруг своей семьи, то понятное дело, что любому чиновнику из любого субъекта профилактики неблагополучия просто ничего не будет стоить, нажать кнопкой мыши, он будет добывать необходимые ему данные. А на самом деле, я человек, занимающийся противодействием ювенальной юстиции, я вам могу сказать, что признаков неблагополучия семьи столько, сколько вы можете себе представить. Да, и вопрос в том, куда направлена политическая воля вот этих вот самых субъектов профилактики. Она направлена, к сожалению, ну пусть у меня, может быть, у меня профессиональная информация, но я считаю, что она направлена совсем не на то, чтобы бороться с неблагополучиями семей, она направлена на то, чтобы наполнять приемные семьи и приюты нашими детьми. И получается это бюджет. И спасет нас, на самом деле, систему тенге мы прекратили. Знаете, почему? Потому что в какой-то момент они осознали, что база данных – это товары. А не потому, что они вспомнили о нашем конституционном праве на защиту частной жизни. Отнюдь. И тут началась борьба конкурентов за эту базу данных. И вот в этот момент нам просто повезло, на самом деле. Так вот, защита частной жизни – это в первую очередь защита суверенитета нашей семьи и наших детей. Потому что, еще раз говорю, прямая связь между цифровизацией образования и ювенальной юстицией. Это вот, ну, для этого, надеюсь, всем понятно, прозрачу. Время не будет, а сейчас будет очень много. Спасибо, Игорь Игоревич. Спасибо вам большое. Слово, когда оставляется, введение Вадима Ильшиной. Наша гость из Пенки. Пожалуйста. Здравствуйте. Хорошо, что я выступаю сразу после Элины Лешкотовой, потому что я как раз-таки тоже буду поднимать тему увлечения детей в соцсеть. Вы знаете, родительские чаты буквально переполнены информацией, что детям надо зарегистрироваться на каком-то сайте, пройти задания в учеру, потом пройти какие-нибудь олимпиады, смотреть онлайн-уроки, проходить задания на Яндекс-классе. Вы знаете, это просто беспрерывный поток, который льется на голову родителей, вернее, сначала учителей, потом родителей, и потом на голову наших детей. Помимо программы обязательной, которую дети и так должны выполнять, детям приходится еще проводить время в соцсетях. То есть такое впечатление, что детям не надо гулять, не надо нигде находиться, кроме как интернет-среды. Знаете, причем увлечение детей в соцсети ведется на самом высоком уровне. Достаточно зайти на страницу Министерства просвещения в Инстаграме, чтобы увидеть такие говорящие заголовки. Знаете, я прямо подготовила. Учат в блоге. Как учителя бросают вызов блогерам. Артековцы осваивают технологию нейроинтерфейса. Первый чемпионат по киберспорту в Артеке. Как с помощью соцсетей создать мотивирующую среду для обучения школьников. Формат видеороликов в сети ТикТок может эффективно использоваться при обучении школьников. Это все на сайте Министерства просвещения в Инстаграме. И вы знаете, жаль, вам не будет видно, хотелось бы вывести эту картинку на экран, которую три раза, аж целых три раза разместили на странице Министерства просвещения в Инстаграме, которая называется «Новая образовательная среда». На этой картинке изображен класс, на котором нет учителя, есть дети, которые сидят в очках виртуальной реальности, которые занимаются за компьютерами, и у них нет учебников. Вот скажите, вот такую нам образовательную среду предлагают? Это не вне ничего. А здесь нет, пожалуйста. Очень интересно. Да. Да. Это еще не все. А, допустим, корпорация «Российский учебник» провела конкурс, который называется «Страна открытия». В этом конкурсе предлагается снять видео и выставить его тоже в ТикТок. Вы знаете, департамент образования науки города Москвы пошли еще дальше. Они вообще просто предлагают детям учиться в ТикТоке. Учись в ТикТоке. Вы знаете, 12 февраля прошел всероссийский открытый урок, который называется «По теме соцсети». На этом всероссийском открытом уроке, ну, во-первых, родители что от него ожидали? Что будут подняты вопросы вовлечения детей в небезопасный мир соцсетей. И вообще о цифровой зависимости детей будут говорить. Но родители столкнулись совсем с другим. На этом открытом уроке мало того, что буквально рекламировали эти социальные сети, так еще говорили о том, что родителям не надо ничего запрещать. Это прям вот цитаты, которые размещили также на странице Министерства просвещения в Инстаграме. Не надо ничего запрещать. Надо вместе с детьми погружаться в цифровой мир. Это цитаты. И вообще, если мы, родители, хотим подумать о цифровой безопасности детей, тогда детям нужны собственные аккаунты. То есть, если родители, допустим, я мать, у меня у сына нет своего аккаунта в Инстаграме и ВКонтакте, я считаю, что сейчас ему это просто не нужно. Получается, вот надо. Сейчас на данный момент этот открытый урок удален с сайта открытых уроков, но его посмотрело больше 630 зрителей. Это вот как самое Министерство просвещения говорит. Так вот, вы представляете, сколько после этого открытого урока родителей могло зарегистрировать своих детей в этой небезопасной социальной сети? Вы знаете, такое впечатление, что когда вовлекают в ТикТок, забывают, что буквально, когда там у нас в январе месяце, через тот же ТикТок, призывали детей на митинги за Навального. Или вообще забыли, что у нас... У нас не зарегистрировано, откуда они были в митинге. Только что вы видите, что дети у вас не зарегистрированы. А вы знаете, там еще... У нас было название на вас назвало. У нас было название на Министерство. Да. Коллеги, ну давайте с места не выступаем. Так еще на этом уроке... Грина Вадимовна, не отвечайте на вопрос, который... Хорошо. Еще на этом... Можешь подобавить время, пожалуйста? Еще на этом открытом уроке была дана памятка. Так и называется ТикТок. И в этой памятке давалась практически пошаговая инструкция, как обойти возрастной ценз. То есть, если ребенку 16 лет нет, но он хочет пользоваться всеми преимуществами ТикТока, то можно сделать то-то, то-то и то-то. А вам добавить на больше? Да, добавить. Минута назад, пожалуйста. Ну, я думаю, здесь никому не надо рассказывать про вред ТикТока, да? Что это такая сеть, которая предусматривает только там челленджи кремляне под камеру. И это вообще разливающий контент, который там находится. По этому открытому уроку у нас... Мы от Совета родителей Пензы... Я сказала по поводу того, что на митинги за Навального призывали через тот же ТикТок. А еще, наверное, забыли о том, что у нас сейчас вот просто заголовки смеют, гласят о том, что синенькие, ты опять прибыли, что у вас опять возобновились группы смерти. То есть это тоже нельзя отрицать. От Совета, простите, родителей Пензы было направлено в Генеральную прокуратуру по открытому уроку заявления. Копию отослали в Администрацию Президента, в Министерство просвещения. Мы отправили от Совета родителей, но под открытым уроком в соцсетях, там тысячи просто возмущенных родителей, которые возмущались этим открытым уроком. В Администрацию Президента и Генеральная прокуратура перенаправили наши заявления в Министерство просвещения. То есть Министерство Просвещения должно само с собой разбираться? Так получается? Спасибо большое. У нас к сожалению уже нет времени. Через 15 минут мы должны докончить. Надо еще много. Ну давайте минуту и прогуляемся. Минуту, да. Дело в том, что мы сейчас написали еще одно заявление, где собрали все эти отписки. Если родительские комитеты захотят присоединиться к нашему заявлению, мы будем очень рады. Ну потому что, вы знаете, мы не должны допустить того, чтобы наших детей учили в ТикТоке. Но это дальше просто некуда. Добрый день. Как раз хотел дополнить к будущему выступлению. Основное направление, которым мы занимаемся, это разбор опасного контента и информирование родителей о тех угрозах, с которыми детьми сталкиваются в сети. Большинство информации нам присылают сами родители и за несколько лет у нас уже выстроилась довольно полная картина того мира, той второй альтернативной реальности, в которой живут современные дети, пользующиеся интернетом и соцсетями. Я могу сказать, что с каждым годом ситуация становится все хуже. И в то время, когда родители пытаются хоть как-то оградить своих детей от влияния соцсетей и их деструктивных тренеров, то мы видим, как Министерство просвещения как раз наоборот их туда по факту насильно загоняет, невзирая на зарастные ограничения, которые установлены в соцсетях тоже не просто так. Главная проблема современности в том, что дети и родители сейчас живут в двух совершенно разных медиа-реальностях. Большинство родителей и учителей, к сожалению, не представляют, во что сейчас обратились в соцсети. Особенно такие, как ВК и ТикТок. Поэтому постараюсь максимально коротко вписать ситуацию. У нас есть 436-й федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей бред их здоровью и развитию. Но в интернете и соцсетях он не работает под слово «совсем». Вот приведу примеры. По этому закону у нас запрещены материалы, которые представляют угрозу для детей, в том числе нанесение ВК своему здоровью или суициду. Но у нас в ВК на сегодняшний день сотни групп, содержащих прямой суицидальный контент. Причем эти группы существуют очень давно. То есть они многочисленные, на них родители периодически пишут жалобы, но ситуация не меняется. Потому что у нас до сих пор только прямые призывы к суициду считаются суицидальным контентом, а все остальное нет. Если же мы берем ТикТок, то там с этим все еще хуже. Ведь суицидальный контент там распространяется через кэштеги. Особенность ТикТок такая, что такие ролики могут попасть в ленту абсолютно любому пользователю. Так как ТикТок, он сам формирует ленту. К тому же у нас до сих пор никак законодательно не ограничиваются массовые группы, пропагандирующие и романтизирующие анорексию. А таких сообществ только ВК уже около 3000, а в самом большом около 100 тысяч человек. И в большинстве своем это девочки-подростки, которых в этих группах подсаживают на жесткие и, как правило, самоубийственные деды. По этому же 436 закону запрещены материалы, способные вызвать у ребенка интерес к наркотикам и психотропным веществам. Но у нас в ТикТоке огромное количество роликов на тему закладок и закладчиков. Причем по соответствующим хэштегам. Пропаганда снюсов, вейпов, электронных сигарет. Все это тоже идет через ВК и ТикТок. Потому что главная сливая аудитория продавцов всей этой отравы – это школьники. А на ТикТоке, по текам, связанным с пропагандой электронных сигарет и прочих средств доставки никотина, уже около 2 миллиардов просмотров. То есть, естественно, никаких возрастных ограничений на такие материалы там нет. У нас по закону запрещены материалы, провоцирующие насилие или жестокость. Есть такая популярная субкультура у школьников, где все герои – это маньяки и серийные убийцы. Причем как вымышленные, так и реальные. И у нас таких роликов на ТикТоке уже далеко за 200 миллионов просмотров. А в том же ВК уже более 5000 групп на эту тему. У нас запретили АОЕ, но сам контракт, пропагандирующий тот же самый криминальный образ жизни, он никуда не делся. И группы, эти, они тоже никуда не делись. Они просто убрали из названий и постов вот эти три буквы – АОЕ, и все. А к тому же сейчас активно растет движение ОКНИКов. То есть организаторы этих групп, они набирают отряды из школьников и устраивают, по сути, гладиаторские бои стенка на стенку. Потом они все это снимают и продают. Еще на них, на этой субкультуре хорошо зарабатывают некоторые иностранные бренды, ну, дорогой одежды. Так как именно ношение одежды этих ферм им сделали как бы частью субкультуру. На тему ОКНИКов сейчас 700 миллионов просмотров на ТикТоке. ОКНИКов более 2,5 тысяч групп, до 120 тысяч человек в каждой. У нас есть закон о защите детей от ней пропаганды. Но ОКНИКов уже более 90 тысяч сообществ, занимающихся прямой ЛГБТ-пропагандой, среди них с решеннолетниками. А по ТБО ЛГБТ на ТикТоке уже более 3 миллиардов просмотров. И это только в русскоязычном сегменте. И вообще вот это... Сколько минуты надо? Три минуты, три минуты, петокарты. Жакон надо исполнить. У нас запрещены материалы, оправдывающие совершение преступлений. Но на том же ТикТоке полно роликов, пропагандирующих, анонтизирующих тему школьных расстрелов. К примеру, по хэштегам, связанным с организацией бойни в школе Боу-Онлайн, сейчас на ТикТоке более 2 миллионов просмотров. Примеров того, что еще есть, можно приводить до бесконечности. А причем Роскомнадзор во всей этой ситуации прекрасно знает. Родители пишут про это чуть ли не каждый день. То есть пишут и родители, и общественные организации. А в ответ, как правило, приходят отписки. На данный момент у нас в стране по факту просто не существует ведомства, которое занималось бы мониторингом соцсетей, их чисткой и вообще вопросами защиты детей от опасного контента. И вот в такую среду Министерство просвещения сейчас фактически затягивает детей. И таким контентом она наполнена вся современная интернет-среда. Именно такой контент воспитывает современных детей. Причем этот процесс идет уже не первый год. И все эти тренды, они сейчас пролизывают все интернет-пространство. Поэтому любая новая интернет-площадка, как сфера, допустим, при появлении, сразу же автоматически напитывается точно таким же содержанием. Так уже было с ТикТоком. Как только он появился, в него сразу же перешли массово все деструктивные тренды из ВК. То же самое с Телеграмом. В любой новой платформе будет то же самое. Пока в интернете не работают законы, и распространители деструктивы не несут за свой контент никакой ответственности, ничего не изменится. И любая новая платформа станет сразу же очередной площадкой для распространения того же самого деструктива. Вот и все. То есть детям нужна реальная жизнь, реальные занятия и лечения, не связанные с интернетом. А любой ход онлайн неизбежно ведет к тому, что они становятся легко ведомыми, распущенными, деструктивными лидерами мнений, такими вот как Моргенштерн или тот же Милохин. Весь виртуальный мир сейчас полностью подконтролен другим силам. Владельцам площадок чаще всего на годящихся за границей. И именно они задают все тренды виртуального мира. Поэтому никакая новая площадка ситуации не изменит, пока с основной платформы не будет вытесчет весь деструктивный контент. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дорогие товарищи. Я обращаюсь не случайно со словом «товарищи», поскольку вхожу в Центральный Совет партии, который проводится в это мероприятие. И это гордое слово «товарищи» нам дороже всех людей. Помните, да? Евгений, спасибо вам, что вы напомнили нам о Советской школе. Я напомню о том, что есть Конституция и есть поправки 2020 года, которые позволяют Министерству просвещения. И сегодня я еще раз хочу третий раз сказать спасибо, что вы отложили сюда прийти. Но нет, видимо, представителя Министерства науки и высшего образования, если он здесь есть, то откликнитесь, я просто зачитаю фрагмент 71 статьи, пункт Е1. Вы устанавливаете единые требования основ системы здравоохранения, системы воспитания, образования, в том числе проникло слово 39, которые не прерывно образованы. Поэтому говорить, что мы управлять этим процессом не можем, это совершенно неправильно. И пункт новый, это новый, 20-й год, это вот 4 июля, все появилось, может быть, в министерствах еще не освоили этот текст, с попрасками основного законного страны. А тут же пункт 1М говорит, обеспечить безопасность личности общества, государства, при применении информационных технологий, оборудиться правым данным. обязанность России, обязанность министерства 1, 2, 3, сколько хотите, потому что министерство отвечает за проведение государственной политики. Вот в чем весь сказ, дай вопрос. А если сказать о детях, напомню, 67 с точки 1. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России и далее по тексту. Нет времени, поэтому сразу хочу предложить следующий, да, парламентский формат наших действий. Очень продуманный текст, который был представлен на заседании экспертного совета. Спасибо нашему президенту. Я не знаю, с чем пойдет ЛДП, с чем пойдет КПРФ, наверное, с тем, чем ходило раньше. С чем пойдет, особенно, Единая Россия на выборы 19 сентября по вопросам образования. А та партия, которая проводит сегодня это мероприятие, пойдет с этими семью шагами от пропасть. Я целиком полностью это поддержу, предлагаю голосовать эту резолюцию, дополнить ее кунктам 9. Рекомендовать фракции из праведливой России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и инициировать на основании статьи 103 со значком 1 Конституции Российской Федерации Парламентское расследование по вопросам состояния и перспектив дальнейшего развития отечественного образования, включая дистанционное образование и структуру обучения. И от 35 лет образования 7 лет действуют туда и разделяют все, что было только что здесь, сказано в протяжении двух часов. Пункт 10 новой института. Предложить фракции справедливой России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в порядке парламентского контроля, подготовить проекты парламентских запросов руководителям Минпросвещения, Миннауки России о состоянии российского образования, в том числе по вопросам цифрового образования и настаивать на их принятии государственной Думы. Точно. В последующем обсудить данную форматику Федерального Собрания Российской Федерации и я бы уже сказал, что на самом местном заседании Палат Федерального Собрания, которое никогда в эту стену не проводилось за редкостью исключения. Я вспоминаю свой 13-летний парламентский опыт. Одна была попытка это сделать там 10 лет назад. Парламентского расследования ни одного нет. Конституция дает право, но я уверен, что когда справедливая Россия выйдет с этим предложением, найдутся другие силы, которые скажут нет. Потому что для них это страшное расследование. А мы, Евгений Евгеньевич, сегодня провели уже эту расследование. Стенограмму направить в одно министерство, в другое министерство, потому что то, что здесь прозвучало, это общий кошмар, который приводит к гибели людей, который уничтожает здоровье наших детей и моих многих, которые у меня четверо. Поэтому надо действовать, не себя, сложивая руки, что мы и делаем. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю катакола, Александр Ильич, презентовать программу «Семь шагов за правду и справедливость образования нашей пары». Пожалуйста, Александр Ильич. Закрыл у всех. Каков у нас заразовое. Растатки. Никто не кинул головой. Поэтому на самом деле я не буду, конечно, все это зачитывать, это безумие. Я прочитаю заголовки, вы можете как-то отреагировать, потому что действительно именно этот базовый документ мы положим в основу нашей и большой программы, связанный не с реформой, надо забыть про реформу, а с восстановлением нашего образования. Значит, так, «Семь шагов за правду и справедливость образования. Образ будущего российского образования, все бы так говорили, фундаментального, равнодоступного, гарантированного и современного. Для достижения цели преодоления физиса в современном отечественном образовании экспертным Советом партии за правду при поддержке родительского и профессионального сообщества разработан проект «Образы будущего российского образования». Предлагаю вашему вниманию. Это открытый для обсуждения и дальнейшей проработки план шагов, двигаясь по которому мы хотим преобразовать образовательное пространство на сплошные образы в нашем отечестве. Мы видим свои первые задачи в восстановлении того лучшего в системе образования, что было сделано нашими отцами во времена, когда страна поднялась из свою Великую Отечественную войну, вошла в число ядерных держав и первая покорила космос. То есть мы говорим о задаче возвращения фундаментальности, гарантированной государством доступности и высокого качества отечественного образования. Наш область будущего опирается на «Семь шагов за правду и справедливость в образовании». Шаг первый. Отказ от любых форматов электронного обучения и запрещение заменять учителя-преподавателя в государственной образовательной системе, чем бы то ни было. Шаг второй. Возвращение в систему школьного образования единых программ. Это очень важно с этой вариативностью. Единых программ и построение на этой основе строгой и справедливой системы оценки учебных результатов. Вернуть на самом деле, у которого была. Гарантированное обеспечение бесплатными местами в детских садах, школах, средне-специальных и высшем образовании всех детей нашей страны. Главное слово «всех». Четвертое. Обеспечение государственной защиты и поддержки педагогического корпуса путем законодательного закрепления статуса государственного учителя, воспитателя-педагога. Действительно, в пору наших учителей уже спасать. Вместе с детьми. Спасать кто-нибудь. Сделать это могут только родители, кстати. Ликвидация, пятый шаг. Ликвидация бюрократической надстройки на школы. Слушай, почему? Я согласен. Учреждением СПО и ВУЗом и непрофильной деятельностью учителя. Когда я сегодня рассказывал про сталинский возврат к классической системе, им был уволен весь на компрос, весь, от министра до последнего чиновника. И перезагружен полностью, из трех с половиной тысяч, осталось на работе 380. Шаг шествой. Не просто выжили раз. Работать, работать, ругать. Руками, ругать. Шаг шествой. Вернуть в школу соседательный труд, коллективизм и методы воспитания Макаренко и других выдающихся учителей прошлого. Шаг седьмой. Отказ от ЕГЭ в нынешней форме. Создание новой модели итоговой аттестации, новой старой модели итоговой аттестации в школе и приемных испытаний в ВУЗе. Детально это расписано. Я, это наш главный будущий, я голосую первым. Наш главный будущий. А чем ссать? А он прямо с этим шагает. Вот и вот так вот. Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы желаем вам аплодисменты. Это с вами Анатолийна и Анатолийна, все ее поддерживают. Спасибо, коллеги. Я обращаюсь к Николаевичу Придетову, но предлагаю поднести итоги нашего круга. Второй зачитатель эгородукции. Пожалуйста. К сожалению, через 4 минуты наложим закончить. Даже до свидания. Какие вы корички. Я предлагаю продумать, да, мы в ближайшее время продолжим в той или иной форме подобные встречи, потому что очень важно, очень насыщенно, и я чувствую сильнейшее эмоциональное, человеческое и психологическое напряжение. И в ближайшее время обязательно сделаю по этому поводу как минимум программу «Уруки русского», а как максимум, конечно, мы всей партией будем работать по всем этим вопросам. Я что хочу сказать. Дорогие мои друзья, товарищи, родня, надо понимать, что в России живет 35 миллионов детей и подростков. Если вместе с родителями, то нас большинство, понимаете, мы вправе навязывать данной власти, государству свое представление о разумном, о школе, о нравственности, о социальных сетях. У нас ощущение, вот мы сейчас выступаем, что мы в осаде, но мы-то не в осаде, мы в своей стране, и у нас по 100 миллионов, понимаете? Надо это чувство преодолеть и объяснить им, кто здесь хозяева. Потому что вот исходя из всего услышанного ощущение вот одно, и оно страшно болезненное, что действительно капитализм в нынешнем его взводе – это нравственный каннибализм. Они жрут просто наших детей через соцсети. Это катастрофическая просто статистика. 90 тысяч сообществ ЛГБТ, 100 тысяч по этой анорексии, еще какие-то там синие киты. Черт знает что. Черт знает что происходит, да? Это же ну просто катастрофа, масштабы которой мы даже не осознаем. Надо осознать. Я понимаю, что очень конструктивно могут наши власти отвечать. Но к несчастью, я сам очень взрослый человек, я помню, как конструктивно легализовал Верховный Совет Распад Советского Союза. Как конструктивно уронили станцию МИР. Как конструктивно отдавали территории. Вот что только не творили, и всегда выходили очень правильные, грамотные чиновники и объясняли необычайную полезность принимаемого решения. Вот здесь у меня такое же катастрофическое ощущение, что мы опять совершаем ошибку, о которой будем даже не спустя 30 лет, а гораздо раньше будем плакать и надо ее не совершить. И, конечно же, отдельную вещь, конечно, надо все-таки проговорить, я ее скажу. Дело в том, что работать придется не только со властью, не только с детьми, но и со взрослыми людьми. Потому что, конечно же, книга, учебник, печатная, печатная носитель информации исчезает не только, собственно, в школе. Он исчезает в домах, в семьях. У взрослого ПК выкинули все вот этими штуками. У меня дома вся библиотека мировая вот в этой штуке. Дети будут читать ее? Никогда. Если нет дома печатной книги, если она не стоит на полке, если ребенок полгода уже не разгрыз его, в год не пытался ее рассмотреть, 4 года не начал читать, он никогда к ней не вернется. Это тоже государственная проблема, потому что нравственность, образование, знания – это вещи, которые навязываются. Навязываются, они прививаются и навязываются. И это колоссальная государственная задача, абсолютная, главная, самая важная государственная задача. А у нас навязывается вот это вот то, что было перечислено. Здесь у нас ТикТок, здесь Маггер Штерн, кстати, глава Альфа-Банка по этому, по пиар-отделу. Здесь Дудь, здесь ЛГБТ. Вот это все пожалуйста. А книжек дома нету, потому что они пыль много собирают. Это уже проблема тех самых вот 35 миллионов детей и вот 70 миллионов родителей. И у них там половины, я уверен, этих книг нету. Поэтому на всех уровнях придется работать. Со властью, со взрослыми, с детьми и с кем угодно. Но мы с вами деятельны, бодры, сильны и очень умны. И мы победим обязательно. Спасибо. 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 Спасибо.